Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем сейчас вот по порядку пройтись по тому, что вы написали. Потому что вопросы ваши, я, конечно, на них постараюсь ответить, но я считаю, что нужно сперва разобрать весь ваш текст. В нем есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. А теперь начинаем. Мы с моим любимым мужчиной вместе уже 4 года. Вместе начали жить только после рождения ребенка. Интересно. Почему вы не предлагали мужчине жить вместе раньше? И если предлагали, а он не сказывался, то почему вы предлагали быть с ним в отношениях? То есть получается так, что ребенок обязал мужчину жить с вами. Вот если бы ребенок не родился, то мужчина, и если бы он вообще не появился вам, то мужчина не стал бы с вами жить. Ребенок это в условиях, которые доставляют вашего мужчину, любимого, с вами жить. Соответственно, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это правильно, что это нормально, что так и должно быть? Если да, то почему, если нет, то так же почему, и что вы готовы делать для того, чтобы это менять? И хотите ли вы это менять? То есть хотите ли вы, чтобы мужчина, ну, в данном случае этот мужчина, с которым вы живете, относился к вам по-другому, по-другому. Далее. Нашему ребенку 8 месяцев, пишите вы, то есть 8 месяцев вы живете уже вместе, до этого он жил с другой девочкой. Значит, ваш мужчина до того, как начался с вами, жил с другой девочкой, получается все эти 4 года, что вы встречаетесь. Может быть и раньше, еще до рождения ребенка, вы делили, получается, своего мужчину, по крайней мере, именно так, как вытекает из вашего текста, вы делили своего мужчину с другой женщиной. Почему я сейчас об этом говорю? Ну, во-первых, чтобы вы сами немножечко увидели со стороны, как это выглядит, как это смотрится. И, во-вторых, если вот что-то неправильно я понял, то вы могли меня поправить. Вы, например, написали мне, там сказали, что вот, знаете, Андрей, мой мужчина, да, ну, скажем так, гражданский муж, раз вы живете вместе. Мой гражданский муж, например, жил с другой девочкой, но у нас там были определенные отношения, да, то есть, либо они у нас были свободные, либо я не знал, либо что-то еще. То есть, вот чтобы вы как-то прояснили этот момент, и вместе с этим, с прояснением момента, обозначили бы свою позицию. Правда, ваша позиция, и там далее по тексту, это будет более понятно. Ваша позиция, она совершенно неопределённа. Какая она? Какие у вас ценности? Какие у вас взгляды на семью, на отношения с мужчиной? Какой у вас взгляд на себя? Как вы к себе относитесь? Считаете ли вы достойны себя? Быть единственной для своего мужчины? Вот эти вопросы, и формирующиеся на их основании, позиция, не ясна. Значит, мужчина слил с другой девочкой, и вы, получается, его с ним делили. Вопрос, зачем? Для чего? Что заставляло нас с этим мириться? Понимаете ли вы, что это очень сильно бьёт по вашей самооценке, по гордости, по ощущению собственной ценности, по индивидуальности. Собственно, ради чего вы делили своего мужчину с другой женщиной? В самом начале отношений мужчина говорил, что вы поженитесь. Это когда он был с другой девочкой, это когда он жил с другой девочкой, а тогда он говорил, что вы поженитесь. Какие у вас были основания ему верить, и если вы ему верили, то почему, а если не верили, то опять же вопрос, почему вы продолжали быть с ним в отношениях? Зарегистрировать отношения сразу после того, как я забеременен, он не получил, потому что он не предлагал. Почему не предлагал? Как вы относились к тому, что он не предлагал? Отдавали ли вы себе отчёт, понимали ли вы, или хотя бы была ли у вас мысль, что мужчина не предлагает вам пожениться, собственно, потому что не хочет? Потому что изначально не спланировал? Планировал строить серьёзные отношения. Потому что его поведение не похоже на поведение человека, который планирует строить серьёзные отношения. Отдавали ли вы себе в этом отношении? Были ли у вас сомнения? Далее, вы пишете, он говорил, что обязательно поженитесь. Почему вы ему верите, не очень понятно. Вообще, конечно, бывают такие случаи, когда мужчина женится на девушке после того, как она беременна. Но происходит это до рождения ребёнка. Получается, что ваш ребёнок родился вне брака, и, в общем-то, и для мужчины, и для женщины. Это весьма и весьма такая чёткая позиция. Теперь говорить, что поженимся, когда ребёнку будет год. Чему именно год? И как вы относитесь к тому, что он опять откладывает вашу женитьбу? Всем обусловлено его отложение, женитьбы. Как он вам это объясняет? Созьму мы меня. То есть вы, по сути, пригласили мужчину, как поразил с другой девушкой, к себе. То есть он, как я понимаю, не платит за квартиру, да, и вообще всё площадь спас, а он так гость там. В его квартире в другом городе до сих пор живёт его бывшая. То есть мужчина, планируя с вами брак, позволяет своей бывшей девушке жить в его квартире, хотя он мог бы свою квартиру сдавать, получать больше денег, и тем самым не только обеспечивать ребёнка, но и иметь возможность жениться на вас. Значит, когда... Так, говорит, потому что ей негде жить, и плохо с ней поступил. Вот интересная получается ситуация. Мужчины считают, что плохо поступил со своей бывшей девушкой, в чём, что расстался с ней, но это нормально. Или в том, он плохо поступил, что оставил ей свою квартиру. Вот мужчины считают, что он плохо поступил с ней, но почему-то считают, что совершенно нормально поступает с вами, откладывая брак, не живя с вами, по сути дела, разделяя вас и свою бывшую девушку на протяжении определённого времени. Здесь, почему-то, он плотно не поступает. Вам не кажется, что это немножечко такой тревожный двоносчик в ваших столбах? Когда дочери было два месяца, он ездил туда раз в неделю и с ней спал. Ну, это вполне ожидаемая реакция мужчины на данную ситуацию. Если в его квартире живёт другая обычная девушка, а вы с ребёнком, то уже там всего того, что вы написали до этого, его реакция совсем нормальная. Я когда узнал, она была в щёке, но боялась всё разорвать. Почему мы боялись? Чем продиктован страх? Понимаете ли вы, что на страхе нельзя построить отношения вообще никакие? Понимаете ли вы, что страх – это по сути подвредность? То есть, вам, мужчина, нужен, и вы не можете от него уйти, потому что боитесь. Это не свобода. Не свобода – это не любовь. Не свобода – это не здоровые отношения. Но никакой вопрос – ради чего вы в этих отношениях? Что вам нужно в них именно для себя? Подумайте об этом. Это очень важный момент. Потому что на протяжении всего текста у меня не покидает ощущение, что вы очень зависимый человек в данных отношениях. Любая зависимость, как я уже сказал, это не свобода. Соответственно, мужчина говорил, что всё пройдёт. Что пройдёт? Его изменения пройдёт? Что пройдёт? Елена, ваш мужчина изменяет вам с бывшей девочкой и говорит, что это пройдёт. Вы знаете, либо он вас не уважает, либо он не осознаёт, что делает, либо издевается над вами. Тут как бы других вариантов нет. Потом он стал ездить реже. Последние три месяца не ездил вообще. И вы вот это вот принимали, всё терпели. Ты стал ездить реже, но всё равно ездил, всё равно вам изменял. Вы это всё терпели, вы это всё принимали. Ради чего? Вы же понимаете, что мужчина, который любит свою жизнь, но тем более с ребёнком, он никогда не стал бы ей изменять. Вы же понимаете, что если мужчина любит жизнь, но он сразу бы стал с ней жить, потому что когда любишь, хочешь проводить всё свободное время с человеком, не хочешь и не можешь его с кем-то делить. Всю энергию хочется направить на того, кого любишь. Но у вас, мужчина, действует не так. Последние три месяца не ездил вообще. Строй планы на будущее, на наше будущее общество. Я начал ему верить. Но это, знаете, это как вот желание, как стремление принятия желаемое за действительно у вас получать. То есть вы говорите, что он не ездил три месяца. Ну и значит всё в порядке вроде бы. А то, что мужчина, в общем-то, остался тем же, и то, что проблемы, ну точнее даже не проблемы, а условия, которые наставляли его ещё до рождения ребёнка вести себя соответствующим образом, и после рождения ребёнка вести себя определённым образом никуда не исчезли. Вы как-то предпочли забыть. Ребята, вы предпочли забыть, что ваш мужчина остался тем же. Вы предпочли забыть, что если человек изменяет, и если нет никакого поведения стимулирующего его к тому, чтобы осознавать, что это ужасно, если есть системная измена, а у вас она именно системная, то это не исчезает только потому, что мужчина перестаёт ездить вообще. И то, что он перестал ездить вообще, означает, что его всё устраивает на данный момент. Него, не вас, а больше, и не вас лично, а только его. И вы предпочли, ну по сути дела, убежать от проблем, не желая их рисовать. Опять-таки из-за страха, наверное. Вот чего вы боитесь? Почему вы боитесь? Я думаю, что это основной вопрос. Хотя и не единственный. Тут вопрос и самооценки, тут и вопрос уважения к себе, и модели женского поведения, и мужского образа к вам. То есть, какой для вас идеальный мужской образ. И так далее. А два дня назад, мужчина сказал, что не приедет домой ночевать, и ездил туда опять к ней. Ну вот, собственно, хорошо. Он вам сказал. А почему? Почему он ездил к ней? Почему он не приедет домой ночевать? Как он объясняет своё поведение? Или просто ставит вас перед фактом, ожидая, что вы примете его и всё? Как он объясняет то, что делает? Считает ли он это нормально? Не считает ли он это нормальным? Вы считаете это нормальным? Или не считаете вы это нормальным? А если вы не считаете нормальным, то почему терпит и ради чего терпит? Знаешь, что была измена? Ну, да, скорее всего, она была. Сам сказал, когда я спросил об лоб. Сказал, ага. И что? Были с его стороны какие-то просьбы, Изменения Были ли попытки объяснить Или просто вы спросили Да, была измена Да, была Все, пойдем дальше Заниматься каждыми своими делами А так что ли У вас это Происходило Вы сами Отдаете себе ансерд В том, что Эту ситуацию Вы создали сами То есть да Был мужчина У которого изначально Есть определенные взгляды на отношения Эти взгляды Они могут быть Совершенно разными И мужчина может считать Что вот с одной женщиной я сплю У меня с ней ничего нет С другой женщиной я строю свою жизнь Семью и прочее Многие мужчины так считают Но это не повод вам Принимать эту позицию А вы ее почему-то принимаете Если сейчас Вы начнете говорить Своему мужчине Что он не прав То он плохо поступает Что он не должен поступать Ну Ага Мужчина Он просто не поймет вас Вам нужно в первую очередь Нести ответственность за себя А вы этого не несете Вы не несете ответственность Например вы Как-то Зная Что у вас мужчина Живет с другой женщиной Подволили родиться ребенку Зная Что у вас мужчина Живет с другой женщиной Вы как-то Позволили себе Вообще Вступить в отношения С таким мужчиной Который Который Живет с другой девочкой В квартире Да как бы он ее ни называл Это сама по сути Ситуация Уже компрометирующая Его И как ни странно Влияющая негативно На вас При этом он говорит Что любит Вашу дочь И хочет быть с нами Вполне возможно Что это так Вполне возможно Что он действительно Хочет быть с вами Только это не так В каком качестве Он хочет быть С вами В качестве Отца В качестве Мужа Да Возможно А хоть В качестве Мужины Он будет Ездить Своей бывшей Которой Кстати Ему удобно Это очень удобно Знаете Когда В одной квартире Причем Не в своей Живет Жена И ребенок Которая Всегда тебя ждут А в другой Квартире Живет бывшая Девушка Которая Ты можешь Запросто Принести Время Причем Квартира Твоя И ты Не Хозяин То есть Ты можешь Там Просто Отдыхать В этой Ситуации Вам Необходимо Понимать Кому Выгодно Все То Что Происходит И Выгодно Только Это Все Вашему Мощнее И Вопрос Заключается В том Почему Вы позволяете Ему Продвигать Свои Интересы А Ваш Интерес Вы Ущемляете То Опять Для чего И ради Чего Я не знаю Как Прекратить Его Похождение Возможно Это Если Вы Скажете Ему Что Вас Такие Отношения Не устраивают Либо Он Только С вами Либо Он Без Вас То Вы Подставите Перед Фактом Относительно С Кого Он Выбирает Ему Придется Выбрать А Если Он Выберет Вас И После Вас Обманит Вы Имеете Право Его Выгнать Потому Это Ваша Живплощадь И У Вас Нет Общего Имучитства Потому У Нет Брак А На Алименты Вы Смотрите С На Алименты Вы Смотрите Ужискивать С него Денежную Сумму Хотя Б Через Сум То Как Ответ У Вашего Ребенка Он Обязан Платить Алименты Что Вас Ждет Ну Собственно Вас Ждет На Мой Взгляд Два Варианта Либо Вы Будете Жить Вот Так Вот Как Вы Живет Сейчас Либо Вы Будете Брать Ответ За Себя И Своего Ребенка На Себя И Будете Продвигать Свои Интересы Либо Действительно Как Сказала Моя Коллега Если У вас С Вашим Гражданским Музем Действительно Истринное Желание Быть Вместе Если Вы Видите Со стороны Музем Гражданского Желания Быть Вместе Но При этом Он Все равно Вам Изменяет То Так Получается Что У него Есть Определенные Проблемы И Эти Определенные Проблемы Ему Нужно Решать И Вам Тоже Необходимо Обратиться К психологу Для того Чтобы Пересмотреть Свои Определенные Взгляды И Установки Которые Ну Совершенно Точно Вам Вредят И Действительно Идеальным Вариантом Было Чтобы И Вы И Ваш Мужина Работали С психологом И Нашли Б Себя Тех Вас Которыми Вы Действительно Являетесь Поняли бы Чего Вы Хотите И И Исходя Из этого Уже Строили Свою Линию Поведения Так Чтобы Она Максимально Отражала Ваши Интересы Будете Ли Вы Вместе Или Нет При Таком Раскладе Это Вопрос Но Это Лучше Чем То Что Есть Сейчас Сейчас Вот На этом Все Надеюсь Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В Личку Помогу Если Вам Буду Благодарен Если Сделаете Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи